Дагопилская крепость, пускай и медленно, но вопреки всем трудностям, возвращается к своему прежнему облику – историческому. Арсенал, водонапорная башня, Николаевские ворота, первый береговой люнец со зданием караульни, дом коменданта. Эти здания уже сегодня являются визитной карточкой уникального памятника культуры, строительство которого завершилось в 1878 году. И после ни в одной стране мира аналогичных фортификационных объектов уже не возводили. В настоящее время на очереди реализация еще трех новых проектов. Речь идет о восстановлении и реставрации таких крепостных объектов, как седьмой бастион, казематы, пороховой склад и инженерный арсенал, в котором будет открыт музей техники. Первый проект, который мы начнем воплощать – это ремонт и благоустройство вала седьмого бастиона между Михайловскими и Николаевскими воротами. Территория этого вала будет многоустроена, восстановлен исторический профиль этого укрепления. В рамках программы «Ла Церкви Беларуси» будет реставрироваться казематы, которые находятся внутри вала седьмого бастиона. Здесь планируется установить стеклянные витрины, в которых арт-центр Марка Ротко разместит предметы керамического искусства. В свою очередь, в реставрированном здании порохового склада будет создана постоянная экспозиция работ именитого латышского керамика Петериса Мартенсона. Еще один европейский проект – это реконструкция и реставрация инженерного арсенала. Будет завершено проектирование, пройдет экспертиза, и тогда, я думаю, что уже ближе к лету будет объявлен конкурс на строительные работы, чтобы можно было бы начать уже, опять же, в этом году крыша будет установлена над всем зданием, чтобы оно не продолжалось так разваливаться. А корпус, который расположен вдоль улицы Императорской, где планируется размещение экспозиции, он уже будет полностью реставрироваться, конферироваться согласно техническому проекту. Именно там разместят на двух этажах ретроавтомобили, различная другая техника. Общая стоимость вышеупомянутых проектов составит более 10 миллионов евро. Планируется, что их реализация завершится к концу 2019 года.